19-ти кратный чемпион мира, но не по снегоходам, а по мотогонкам на льду. По мотогонкам на льду. Ну, 8 титулов в личном зачете и 11 в командном зачете. То есть, я так понимаю, с 2005 года просто еще не научились Красникова объезжать мотогонках на льду. Но меня другой вопрос волнует. Вот у нас все-таки снегоходный кросс, дисциплина все-таки отличающаяся от спидвея. Почему, Николай Красников, почему именно такая резкая смена формата? Во-первых, хотел сегодня поздравить всех прекрасных дам с 8 марта. Пожелать вам счастья, всего самого лучшего. Оставайтесь красивыми, счастливыми. Пусть все у вас будет хорошо. В этом году дебютировал в гонках на снегоходах. Это что-то для меня новое. Хотелось бы, чтобы в республике Башкортостан эта дисциплина активно развивалась, набирала обороты, была массовой, привлекала молодежь к здоровому образу жизни. Вот в этом году, поэтому я набираюсь навыков на чемпионате России, получая поддержку от Евгения Морченко. Говорю ему большое спасибо за тренерскую, как бы, за то, что он мой наставник. То есть тренер, наставник, двукратный чемпион страны по кроссу на снегоходах Мартюченко. Да. Ну, я забыл упомянуть, что этот молодой человек, ему недавно 30 лет, стукнуло президент Мотофедерации Республики Башкортостан. Вы в точку? Нет, ну просто как бы, значит, в общем-то. Ну и тогда уже вопрос немножко не по теме. Вот какие дальше планы в ледовом спидвей? Или чисто тренерская работа? Или вы будете выступать? Потому что, ведь, я так понимаю, на первом этапе чемпионата мира Николай Красников в этом году по дикой карте, по вайнкарт выиграл. Вот какие дальнейшие в этом планы? Ну, платок в мотогонках на льду уже, в принципе, нет никаких. Я выступаю для поддержки своей команды, в принципе, передаю свои навыки перспективным спортсменам, чтобы они быстрее выигрывали чемпионаты мира, прославляли нашу республику. Все, основные мои задачи – расти в снегоходном кроссе, развивать мотоспорт в целом. Ну, получается, что снегоходный кросс – это серьез и надолго, да, как бы, с большими планами? Я думаю, что это мое хобби до пенсии. До пенсии, да, здорово. А до пенсии еще далеко? Очень далеко. Очень далеко. Итак, спасибо, в общем-то, Николаю. Он пойдет готовиться к заездам, ему ждет борьба с Орешковым вчера. Как вообще, кстати говоря, вот вчера борьба с Павлом Орешковым, тоже таким снегоходчиком, с прошлым. Во что она вылилась? Потому что были и обгоны, были какие-то, в общем, тактические установки. Ну, вчера гонка для меня была тяжелой. На такой трассе я выступаю первый раз, тренировался немножечко в другом формате. Вот, было непривычно. Думаю, что сегодня будет легче. Посмотрим, гонка покажет. Также желаю всем спортсменам добиться желаемого результата, быть здоровыми. Ну, а вот первый заезд, давайте все-таки вернемся. Там практически пока Орешков сам себя не убрал, там бруствер, вот была борьба ноздря в ноздрю. Ну, не то, что сам себя не убрал. По неопытности я ему помог. Ха-ха, то есть здесь мы не увидели, может, каких-то нюансов. Да, прошу прощения. Ну, ладно, я думаю, что Павел тоже нас простит. Итак, будем ждать сегодня такой же красивой борьбы в классе спорт. Гонка покажет. Да, спасибо. Да, загадывать, наверное, дело неблагодарное перед заездами. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Спасибо, Николай. Спасибо, удачи. Спасибо.